Здравствуйте, уважаемые зрители! Спасибо, что сегодня присоединились к нашей школе. Я сегодня хотела бы с вами обсудить, необходимо ли онкологическому пациенту менять образ питания на фоне онкологического заболевания. При развитии онкологического заболевания зачастую изменения образа питания происходят из-под воль, не завися от желания самого пациента. Иногда эти изменения происходят еще до начала каких-либо клинических проявлений самого заболевания и являются первыми признаками и нарастают с течением времени. Кроме наличия в организме самой опухоли, имеются также и другие факторы, которые могут повлиять на изменение образа питания. Это, во-первых, снижение аппетита, которое может быть результатом многих патологических процессов, которые протекают в организме. Также дефекты зубного ряда, которые могут иметься у пациента как до начала заболевания, так и появляться на фоне его развития. Также ксеростомия – это сухость полости рта, которая может возникать на фоне противоопухолевого лечения, либо быть связана с наличием каких-либо патологических процессов в самой ротовой полости. Также дисфагия – это нарушение прохождения пищи от небольшого поперхивания при проглатывании до полного прекращения поступления даже жидкой пищи. Также нарушение всасываемости в желудочно-кишечном тракте, которые зачастую связаны с органическим его поражением. Воспаление слизистых оболочек вследствие лучевой терапии и химиотерапии. Также инверсия вкусовых ощущений, которые часто развиваются на фоне противоопухолевого лечения. Немаловажно это нарушение процессов метаболизма питательных веществ в организме. Также у многих пациентов на фоне развития онкологического заболевания присутствует депрессивный синдром, который может сопровождаться снижением аппетита и, как следствие, уменьшением количества потребляемой пищи. Также болевой синдром, который иногда может возникать из-за приема какой-либо пищи, которая обладает раздражающим действием на желудочно-кишечный тракт. Также развитие тошноты и рвоты, запоров или диареи. Конечно же, все пациенты зачастую бывают вынуждены подстраиваться под новые условия и менять свои привычки, в том числе и те, которые связаны с их питанием. Начать питаться правильно и, соответственно, пациенту бывает достаточно трудно, потому как на формирование привычки требуется некоторое время и усилие. Не все готовы отказаться от тех продуктов, которые они привыкли и любят принимать в пищу, даже если впоследствии это может привести к дискомфорту и развитию каких-либо нежелательных реакций. Для того, чтобы процесс питания стал более комфортным и соответствовал потребностям и возможностям организма, в период заболевания можно воспользоваться некоторыми нашими рекомендациями. В первую очередь выбирать легкоусвояемые продукты и их сочетания, обладающие более высокой питательной ценностью. Рацион составлять с учетом вкусовых предпочтений самого пациента. Прием пищи должен быть неторопливым, следует тщательно пережевывать пищу. Пища должна быть красиво сервирована и следует ее раскладывать на маленькие тарелки для того, чтобы порция не казалась слишком маленькой на фоне большого блюда. Следует принимать пищу часто, до 6 раз в сутки по мере переносимости. Следует избегать крайних температур, то есть не следует употреблять в пищу слишком горячую или слишком холодную пищу. Продукты должны быть всегда под рукой у пациента для того, чтобы как только он почувствовал голод, он мог сразу бы приступить к употреблению пищи. По возможности следует есть за столом и приготавливаться к приему пищи. По возможности не следует запивать еду сразу во время приема пищи. Лучше для пищеварительных процессов будет, если вы будете откладывать прием жидкости примерно хотя бы на час. Необходимо своевременно лечить стоматит и ксеростомию. И также еще одной рекомендацией является то, что не следует часто взвешиваться. Какие продукты будут более предпочтительны для употребления с целью восстановить и поддержать питательный статус пациента в условиях онкологического заболевания? Это различные виды рыбы, так как она является ценным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот и многих микроэлементов. Также другие морепродукты, которые также являются источниками белка и жиров, а также селена и цинка. Диетическое мясо – это курица и индейка. Сыры, творог, брокколи цветная, брюссельская капуста, льняное, кунжутовое и облепиховое масло, так как они являются ценными источниками полиненасыщенных жирных кислот, а также облегчают прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. Также следует употреблять фрукты и какао. Если эти продукты и раньше присутствовали в вашем рационе, то не следует их из него исключать. Если нет, то следует по возможности периодически употреблять их в пищу. Есть для пациентов некоторые запреты в питании. Связано это в большей мере с более высоким риском инфицирования. Так как онкологические больные более подвержены риску инфекционных осложнений, а при нутритивной недостаточности этот риск еще более возрастает. Существует запрет в отношении сырых продуктов животного происхождения. Это сырые мясо и рыба, суши, сырые яйца, молоко, а также немытые фрукты и овощи. Употребление достаточного количества воды – это важнейший момент, который имеет огромное влияние на состояние организма в целом и играет существенную роль в процессе лечения. Количество жидкости должно составлять не менее 30 мл на килограмм массы тела в сутки. То есть, если вы весите примерно 80 кг, следовательно, в сутки вам необходимо употреблять не менее 1,8 л воды в день. Если вы не привыкли много пить, то следует придумать для себя такие условия, в которых бы вы это делали постоянно. Например, перед тем, как лечь спать, вы можете налить себе стакан воды, и утром, просыпаясь, вы, вероятно, не забудете это сделать. К тому же считается, что выпивая утром натощак стакан воды, тем самым запускается работа желудочно-кишечного тракта и стимулируется аппетит. Нельзя не затронуть вопрос о дополнительном питании. На сегодняшний день лечение онкологических больных невозможно без применения специализированного питания. Это показывает и клинический опыт, а также данные множества научных исследований. Натритивная поддержка – это лечебное питание, целью которого является обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами для оптимизации процессов метаболизма и для увеличения резервов организма. Существует несколько методов нутритивной поддержки. Это, во-первых, сиппинговое питание, когда смеси питательные принимаются через рот в небольшом количестве, через трубочку и небольшими маленькими глотками. Зондовое питание для тех пациентов, которые имеют затруднения при прохождении пищи. И парентеральное питание, которое осуществляется через центральные и периферические вены. И смешанный вариант питания. Конечно же, у специализированного питания имеются и преимущества, которые необходимы для обеспечения более качественного рациона онкологического пациента. Во-первых, питательные смеси содержат все необходимые питательные вещества. Оно легко усваивается, так как смеси адаптированы по специфические потребности онкологического больного. Это высокобелковые и высококалорийные смеси, что играют существенную роль в условиях повышенных потребностей. Малый объем упаковки от 100 до 125 мл, что удобно для дозирования и для употребления их в пищу. Зачастую форма эмоционная жидкая. Это фактор механического и химического щежения для желудочно-кишечного тракта. Что немаловажно, учитывая риски инфицирования онкологических больных, все питательные смеси производятся в стерильных упаковках. Питание уже готово к употреблению и представлено в различных видах. Это как жидкие формы, так и йогуртообразные. Также есть еще и порошковые формы. Также имеется широкая линейка вкусов, отвечающая любым предпочтениям наших пациентов. Также не обязательно принимать смесь изолированную. Можно добавлять его в питание, например, в каши, пюре, салаты и десерты. Либо посыпать порошковыми смесями более твердые продукты питания. Приведу некоторые рекомендации по проведению нутритивной поддержки. Во-первых, клинический значимый эффект наступает при приеме не ранее, чем в течение двух недель. Ограничений в длительности приема не существует. Сиппинговые смеси необходимо употреблять медленно, маленькими глотками, через трубочку в течение не менее чем 20-30 минут. Можно употреблять их охлажденными или теплыми, но не выше 40 градусов по Цельсию. На основе специализированного питания можно приготовить молочные коктейли или добавлять их в продукты питания. Большинство пациентов нуждаются в продолжении нутритивной поддержки на амбулаторном этапе в рамках реабилитации, когда основное лечение уже завершено. Теперь перейдем к обсуждению рекомендаций при некоторых осложнениях противоопухолевого лечения. При развитии тошноты и рвоты следует придерживаться некоторых правил. Во-первых, ешьте часто, понемногу и тщательно пережевывайте пищу. Соблюдайте температурный режим. Не употребляйте в пищу слишком горячую или слишком холодную пищу. Обязательно проветривайте помещения, в которых вы садитесь кушать, для того, чтобы запах не застаивался в комнате. Принимайте положение сидя при приеме пищи, а также выбирайте продукты с нейтральным вкусом и запахом. Особое внимание уделяйте эстетическому оформлению пищи. При нарушении глотания нужно стараться употреблять жидкую или полую жидкую пищу. Не ешьте слишком грубую пищу, так как это может усугублять повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Принимайте положение сидя или полусидя для облегчения прохождения пищи по пищеводу. Исключайте грубую пищу, а также соблюдайте температурный режим. При развитии стоматита или других видов мукозитов Ешьте пищу вязкой и густой в консистенции. Также очень важна механическая и термическая обработка пищи. При приготовлении пищи стоит ее измельчать и не есть слишком горячую или слишком холодную пищу, как я уже и говорила. Обязательно исключите спиртные напитки и откажитесь хотя бы на время от курения табака. Также полощите рот после каждого приема пищи. Не обязательно всегда антисептическими растворами, хотя бы чистой водой, но после каждого приема пищи или напитков. При развитии диареи стоит употреблять продукты, богатые калием, потому как это именно тот микроэлемент, который в первую очередь теряет организм при развитии этого осложнения. Помогают от диареи вареные яйца, сваренные вкрутую, и диетическое мясо куры или индейки. Они богаты белками и поэтому помогают организму быстрее восстановиться. Включите в рацион каши, сваренные на воде. Лучше всего помогают более вязкие каши, это овсяная или рисовая. Обязательно употребляйте легкие супы и бульоны, так как при развитии диареи важно избежать обезвоживания организма. Нужно отметить, что употребление соков не поможет в профилактике обезвоживания, так как соки не способны восстановить водный баланс. Однако не все продукты можно употреблять во время диареи и ближайшие 3-4 дня после ее завершения. Важно не забывать и о температурном режиме. Еда должна быть теплой, так как холодная плохо усваивается, а горячая раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта. Готовьте еду на пару, ее можно протирать или варить. И добавляйте в рацион жидкую пищу и полужидкую. Обязательно уделяйте питьевому режиму особое внимание. Из рациона при развитии диареи следует исключить очень сладкие напитки, газированные напитки, сдобу, свежие фрукты и овощи, орехи, кисломолочные продукты, кофе, соки, различные газообразующие продукты, например, капусту, копчености, жирную и жареную пищу, а также консервы и фастфуд. В завершении следует обратить внимание на еще один крайне важный момент, который на данный момент является достаточно актуальным. Онкологические пациенты подвержены риску инфицирования по нескольким причинам, и пища тоже может являться этим фактором. Не существует специальной диеты, которая могла бы защитить онкологических пациентов от риска их инфицирования. Поэтому гигиена – это главное правило для профилактики инфекционных осложнений, в особенности в период эпидемии. Следует соблюдать рекомендации по правильному алгоритму мытья рук. Сырые фрукты и овощи обязательно промывать в проточной воде не менее 30 секунд, а также употреблять именно чистую воду. В завершении следует обратить внимание еще на один момент. Если вы не замечаете особенных изменений в образе своего питания, то его следует придерживаться с соблюдением тех правил, о которых я говорила ранее. Старайтесь ограничить те продукты, которые нежелательно употреблять даже здоровому человеку. Это жирная, жареная пища, слишком соленая, слишком кислые продукты, копчености и соленья. Если вы привыкли употреблять в пищу мясо, то не стоит исключать его, потому как это является очень важным источником поступления белка в организм, что в условиях повышенных потребностей является очень важным моментом. На этом у меня все. Спасибо. Продолжение следует...